Привет, человек! Слыхали новость? Я зараз у Минску, Антошечка, у Минску террас. Ну и жадаю, желаю, хочу обратиться до россиян, до моих дороженьких. До удмуртов, чеченцев, башкир. Более 190 народов у Россиюшка нашей живет. Того, что хочу сказать. У нас, в Беларуси, уже выдались выборы. Были вот депутаты, мы тут голосовали, ходили. Все спокойненько прошло, то и добро. А у России 15 марта, с 15 по 17, будут выборы президента. Слыхали? Слыхали такую новость? Я слыхал. Так вот, как же было? Я беларус, я все это прошел в 2020 году. Вот, у нас тут и Светочка, эта котлетная фея была, ну и другие, кто пытался перевернуть страну, госпереворот устроить. Запад пытался своих поставить во главе моей родины, но ничего у них не выдалось. Бо батька Лукашенко с автоматом вышел со своим сыном, да и вообще силовики, беларусы адекватные отстояли страну. Сейчас Россию качают, братскую. Я понимаю, я разумею, что есть россияне, которые, ну, наверное, хотели бы, чтобы уже скорее это СВО закончилось. Может, с этим и не согласны как-то, с Путиным, да? Ну, что уже более двух лет она иде. А лишь хлопцы и девчинки. Но нельзя сейчас Путина менять никак. Так, понимаете, даже если он там чем-то вам не нравится, ну, не можно. Кто с тебе скажет, Антошечка, а какая тебе ружница, разница, розница, какая тебе розница? На трёх языках сказал. Во-первых, ну, мы один народ, я считаю. И беларусы, и россияне, и украинцы. Все жители Советского Союза. В том числе же и коренные украинцы. Вот сколько лет живут у россияне. Что же будут голосовать? То голосуйте за Путина. Ну, понимаете, ну, Запад будет пытаться поставить того, кто будет подчиняться США. Так же, як Шольц гэты, да? Як наш батька Лукашенко говорил. Шольц гэта пацан. Який ничего не понимает и понимать не хочет у политики. О, северные потоки. Кирдык, да, того. Ну. Кому выгодно? США. А чё ж Шольц не пускает трубу, ну, газ? В Германию чё мы дешёвые? Американские дорогие. Вот и так же и в других странах. Урсулочка гэта, фундерляйн, тоже. Кукушка у неё улетела. Там про чипы, это ж она. Он тебе расповядала там. Что, чипы, микроволновки. Стиральные машины. Из них россияне достают... Достают чипы. Ну, это ж не я придумал. У ракеты там вставляют. Да чого, а? Профессионалы. А Бербок тоже такая красотулечка. Пам-пам-пулечка. Бербок. Министр, да, на иностранных дел. Говорит, там страны существуют. За тысячу километров. За десять тысяч километров. Страны есть. Далеко от Германии. Там на 360 градусов треба, чтобы Путин развернулся. Ну, почитайте в интернете. Это же её заявление. Поэтому, конечно, сейчас для России лучше всех это Путин по-любому. Ну, я понимаю, что все хотят мира. Я вообще больше всех топлю за мир. Ну, потому что это самое главное для человека. А лишь вот так и жите. В такое время мы живём. Что ж поделаешь? Как там? Время выбрало нас товарищи. Поэтому, да, я как Беларусь не могу голосовать. О, поляньте, это наша кольцевая. МКАД. Я сам из Гродно. Кто не в курсе. Зараз он трошечка по Минску шпацирую. С кофем вот так вот. О, богатые какие. Накопил. Кофе. Русиано. Ну, есть Американо. А у нас уже продается Русиано в Минск. Штырит, хорошее. Такое крепкое кофе. Дерзкое. Не, ну, я шучу. Американ называйся. Ну, можно бы даже придумать. Русиано. Ваша здоровечка. Мои вы дороженьки. Поэтому представьте, сколько народов живёт в России. Более 190. И все в одной такой могучей державе. Я желаю братскому народу победы. Считаю, что сейчас Россия сражается, конечно, не с Украиной и не с украинцами, а с НАТО вообще, с глобальным этим альянсом, которым... Ну, а чё им воевать, да, вот, своими руками, американцев? Они, о, украинцев обманули, задурили ему головы. 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 Вот. И они поверили, что да, да, вот, Россия, русские, и уже и белорусы до них плохие. Хотя у нас, о, в Минску сколько? Да и вообще по всей Беларуси более 100 тысяч украинцев живёт. Ну, нормально всё. Не бегают, не кричат про славу свою. Потому что люди у нас другие, украинцы, которые не запудренные в этой мозге. Так вот, мало того, что я желаю добра, считаю, что мы один народ, так мы ж ещё с Россиюшкой и союзное государство. Государство союзное. Слыхали? Слыхали новость? Да, я считаю, мы вот должны быть примером для всех других постсоветских стран. Мы должны друж за дружку вот так вот держаться крепенько. Тому я вот поддерживаю, да, считаю, что Путин будет, ну и был. Посмотрите я с Ельциным разницу, почувствуете, как говорится, какой Россия была и какой сейчас при Путине стала. Просто на глазах красивеет, богатеет, развивается. Конечно, мы же все не вечные, да, и Путин, и Лукашеночка наш, батька Беларуси, тоже, к сожалению, не вечен. Ну, надо преемников, значит, готовить, чтобы потом, там, через 10 лет, к примеру, был уже человек такой или несколько лучше, правильно? Чтобы подмигнул глазом наш Григорьевич, да, Владимир Ильич, вот, это нормально, я его всё будет топить до талого за союз наш, правильно, за нашу родину, за отечество, наше общее отечество, как Григорьевич говорил. Вот, тому хочу, жадаю, желаю, чтобы россияне спокойно проголосовали, вот, на выборах, и чтобы скорее был мир. Вот, мир всё равно это, это наиважнейший, самое главное. С любовью, с Беларуси, надеюсь, скоро приеду, я вот был в Питере, в нашем Ленинграде в январе, в том году в Москве, хочу ещё по другим городам поездить. Поездить, да, кстати, не забудьте подписаться на мой Телеграм-канал. Ну, если Ютубчик заблокируют, ну шо ж, будем там публиковать. Ну, и в Телеграме можно больше, сами ведаете, знаете. Ссылка внизу там, под видео, нажимайте ещё, и там ссылка на Телеграм-канал, группа ВКонтакте, Дзен. Обязательно подписывайтесь, будет очень интересно. Вот, так что, Великой России, большой привет всем нашим людям. Желаю вам успехов. Наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами, товарищи. И не забывайте пить чай с малиновым вареньем. Ну, пока кофеёк, да. До скорой встречи, увидимся. Пока. Ой, ещё, запал глаз.